САМАРА ГОТОВИТСЯ В нашей студии заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта Сергей Четвериков, председатель городской федерации легкой атлетики Сергей Каргин и Антон Сирота, организатор Самарского легкоатлетического марафона. Здравствуйте. У нас есть такой бренд Самара Космическая. Можно ли сказать на сегодняшний день назвать Самара спортивная? Насколько это будет правильно и справедливо? Или мы все-таки еще пока не такой спортивный город, как хотелось бы? Ну, с большой долей вероятности, что Самара город спортивный, мы, конечно же, можем сказать, потому что у нас на наших мероприятиях огромное количество участников. Что касается последнего марафона легкоатлетического, который впервые прошел в нашем городе 20 августа, собрал полторы тысячи участников. Это одно из самых больших таких вот для пилотных проектов. Это очень хороший результат. Ну, а что касается в целом про соревнования, которые проводятся в городе, все они проводятся в соответствии с календарным планом мероприятий. Кстати, он сейчас формируется на 2018 год, поэтому желающие физкультурно-спортивные организации, спортивные федерации, если вы готовы провести общегородское мероприятие, направлять свои заявки в наш департамент физической культуры и спорта. Мы рассмотрим и, возможно, что включим в календарный план. Ну, вы упомянули про марафон. Сейчас хочу уточнить у Антона Валерьевича. Первый раз был проведен марафон в Самаре. В Самаре был 25 лет назад последний марафон. Да, 25 лет назад. До этого момента. Да, до этого, да. Началось все в 1978 году. Вот, 25 лет назад был последний. И в этом году мы возобновили эту традицию. И уверен, что это будет ежегодным событием для Самары и вообще для всей России. А как удалось... Почему возникла такая идея возобновить марафон? И как удалось собрать больше тысячи, полторы тысячи, да? Да, ну мы сами не ожидали, что такое резонанс. Вот что произошло такое? Интерес к спорту? Вы знаете, последние несколько лет, точнее, там, 3-4 года, тренд в легкой атлетике. Очень много беговых событий по всей России. И Самара была единственным городом, который пока не имел вот собственного марафона. Была Самарская Лука, а в Жигулевске Тольяттинский марафон, а в Самаре не было. Поэтому эта идея у нас витала уже 3 года. И вот благодаря департаменту спорта городского округа Самара, лично Сергея Валентиновича, этот процесс удалось запустить. И вот мы пришли к такому отличному, я считаю, результату. Это медали победителей? Или что? Или презентационные медали? Это медали финишеров. То есть вот такая медаль, она вручалась каждому финишеру на дистанции 42 километра. На дистанции 21 была чуть поменьше, ну и так вот по ранжированию. Поэтому каждый, кто добежал до финиша, получал вот такую вот медаль и уходил с ней домой. Да, серьезно подготовились, потому что, конечно, нужно мотивировать. Пришли раз и уже есть... Я понял, вот одну вещь, это то, что без поддержки главы города этого не произошло. Вот Антон... Да, этот марафон был на кубах главы города. Глава города внес огромную поддержку в это мероприятие. То есть нам удалось перекрыть дороги. Впервые в Самаре мы перекрыли практически... Ну не практически, а весь Волжский проспект, улица Максима Горького. И для марафонов городских это самое главное. Чтобы бежать не где-то в парке, а бежать по улицам города. Чтобы видеть достопримечательности нашего города. Чтобы приезжали гости, которые могли бы пробежать здесь также по улицам. Да, а давайте вспомним, как все это было. Посмотрим ролик, а потом продолжим разговор. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, прекрасные съемки даже с высоты. А помните вы победителей? Ими стали самарские участники или нет? Ну, кстати, да. Не только же самарские участники. Хочу еще сказать о том, что было представлено 90 регионов России. Мы тоже это не ожидали. Было 6 государств, по-моему, да, Антон? Да, Германия, Франция, Швейцария, Литва, Латвия. Но им не удалось победить. Кстати, швейцарский спортсмен занял, по-моему, первое или второе место. Да, но из призовых мест он занял свою возрастную категорию. Да, он был счастлив, как, я не знаю, это видеть нужно. Ну, конечно, конечно. Приехать. Он очень удивился, что его вызвали на сцену для награждения. Просто все его, кто его сопровождал, они его снимали на телефон, и так они радовались. Но, действительно, марафон прошел очень на высоком уровне. Конечно, хочется тоже поблагодарить и Федерацию легкой атлетики, и Городскую Сергея Константиновича. Но вы будете продолжать. Я так думаю, что если было такое начало, да, возрождение марафона, то дальше судьба какая будет у него? Ну, как в спорте говорится, выиграть не самое главное. Главное подтвердить, вот удержаться. И поэтому одно из сейчас важных таких шагов должно быть попробовать сделать его ежегодным, потому что это немаленькие расходы, опять же, должны быть. Но это в летнее время будет проводиться традиционно, или еще даты не намечены? Нет, намечены, она уже определена. Антон? 19 августа 2018 года приглашаем всех жителей города присоединиться к этому празднику. Скоро будет открыта регистрация на этот марафон, да, и, соответственно, можно... Какая интересная информация. А где можно регистрироваться? Регистрироваться на сайте Russia Running. Есть такой же сайт, который объединяет все марафоны всей России. И там каждый желающий может зайти, зарегистрироваться, получить свой персональный номер и прийти уже 19 августа на марафон, пробежать. Вот изначально какие-то физические данные проверяются, или человек сам отвечает за свое самочувствие, состояние здоровья, прежде чем участвовать в марафоне? Обязательно проверка медицинская. Каждый участник допускается при наличии медицинской справки. Она должна быть сделана кардиограмма, то есть если это марафон, это кардиограмма, это определенное обследование, подтверждающее, что человек может пробежать. Ну и марафон, почему мы так рано начинаем регистрацию, к нему надо готовиться. Можно пробежать, мы все с вами сможем сейчас пробежать 42 километра, 100%, но последствия для всех будут разные. То есть кто-то может добежит, кто-то не добежит, что-то может произойти, поэтому чтобы этого не было, человеку надо готовиться. Заниматься, физическая культура, также бегать по утрам и так далее. Да, Сергей Константинович, вот говорят, легкая атлетика королева спорта, да, вот Сергей Валентинович сказал такую фразу, когда мы с ним по телефону разговаривали. Как это отражается в Самаре? В чем это выражается? Ну, в этом году легкая атлетика на самом деле немножко у нас, наконец-то превращается в королеву спорта. То есть были у нас проблемы с проведением мероприятий по основным видам легкой атлетики. То есть бег, прыжки, будем говорить, по тем дисциплинам, в которых участвуют люди в соревнованиях, где у нас подрастают перспективные спортсмены. То есть будем говорить, ну, в какой-то степени спорт выше к достижению, будем говорить, подготовка. Здесь проблемы были? Некоторые проблемы в чем были? У нас единственный стадион был ЦСКА ВЭС, есть который, он сейчас, конечно, в ужасном состоянии находится, там он должен его ремонтировать, аренда там очень высокая. И у нас проведение наших мероприятий легкой атлетической, конечно, притормозилось сильно. И из-за финансов мы, в общем-то, не можем провести все мероприятия, городские, которые мы раньше проводили, в полном объеме. В этом году нашу, конечно, вот проблему с проведением мероприятий, конечно, взял вот на себя Антон. И вот эти массовые беговые мероприятия, они на самом деле как-то укрепили позиции легкой атлетики. Вот это массовое направление в этом году очень сильно было продвинуто, буквально, благодаря космическому марафону. Космический забег. Да, космическому забегу, который у нее в космонавтике проводится. Традиционная у нас легкоатлетическая эстафета, которая городская эстафета проходит. Потом фестиваль бега проходит, где королева спорта, да, проходит. У нас там своем здесь часть такая наша ноу-хау, будем говорить, там Самарская миля, 1586 метров бегут спортсмены. Ну вот, конечно же, марафон. Ну, я, закончив мысль, скажу, что в этом году, наконец-то, мы получили первый муниципальный стадион футбольный, легкоатлетический, на котором мы можем проводить. Он находится в оперативном управлении с дешевым номер 6, директором которой я являюсь. И мы сейчас сможем возродить те соревнования, которые мы до этого, ну, забыли про них. Это эстафетный бег. То есть мы проводили эстафеты в свое время 10 по 1000, 5 по 500 среди организаций. Ну, и масса матчей, встреч, мероприятий, которые мы можем проводить, не платя, в общем-то, за аренду. Да, что важно. То есть мы в этом году в календарь расширим сильный календарь наших соревнований. Это замечательно. А что даст нефтяник отремонтированный уже стадион? Как это вот, картина в связи с этим? Ну, во-первых, у нас стадион нефтяника расположен в Куйбышевском районе. Куйбышевский район долгое время действительно находился без каких-то спортивных объектов. Поэтому первоочередной задачей было ввести спортивные объекты именно там. Поэтому сейчас там действительно современный стадион с хорошим покрытием, футбольное поле. Ну, наконец-то, потому что так долго о нем говорили. Прыжковые ямы. Ну, и действительно прав Сергей Константинович в том, что теперь спортивная программа, ну, вот этих вот именно не массовых мероприятий, а спортивных мероприятий по легкой атлетике, она будет восполнена в полной мере соревнованиями на нефтяники. А на сегодняшний день самый массовый вид спорта в Самаре каким является? Что это за спорт? Наверное, вот ты послушал, думаю, наверное, все-таки бег и легкая атлетика, нет? Нет. Нет? Согласно данным стат-отчета, подчиновничею скажу, у нас первое место занимает футбол. Не зря говорят. Это не зря, да, действительно. Футбол в Самаре больше, чем футбол. Поэтому и в преддверии Чемпионата мира особое внимание вот в этих вот в 2017 году, в 2016 году было уделено популяризации футбола. Ряд мероприятий был проведен нашим департаментом. Что касается 2017 года, это и открытие часов обратного отсчета, и такая акция «Не дня без футбола». Она была проведена на базе общепрешкольных лагерей дневного пребывания в июне месяце. В июле состоялся турнир «Футбольная Самара». Он тоже объединил в себя различные группы, различные слои населения. Это и турнир болельщиков, турнир «Кубок наций», турнир среди органов исполнительной власти. Все чиновники вышли играть. Да, это тоже важно. Да. Среди девушек. И вот шесть турниров таких было проведено. Мы даже визуально видим, что вниманию футболу уделяется, даже вот интерьерные какие-то сейчас возникают в городе такие конструкции. Я могу добавить, и на стадионе «Нефтяник» сейчас, видите, там сделано еще очень хорошее футбольное поле. Оно поле последнего поколения, на самом деле очень качественное. Приток детей сильно увеличился сейчас. И календарь проведения футбольных мероприятий тоже мы будем расширять. То есть мы будем проводить уже... Мы проводили же соревнования памяти Анатолия Кикина. Мы сейчас этот турнир попытаемся продвинуть. Мы уже пытаемся связаться с клубом «Крылья Советов». То есть чтобы действительно возродить на стадионе в Кубежском районе. Потому что Кубежский район, в общем-то, был славен традициями футбольными. Это братья Сахарова. Было Анатолий Кикин, который был знаменит тем, что... Два гола забил. Да, два гола забил. Выиграли тогда «Крылья-3-2». И Кикин забил Яшину тогда два гола. То есть есть в Кубежском районе свои герои. И люди, которых знают. И мы постараемся в футбольной традиции в районе, в общем-то, сейчас строить. Да, да, да. Вот когда мы говорим о популяризации футбола, хотелось бы тоже популяризировать личности футболистов, известных, знаменитых, которые у нас были, которыми все раньше гордились, да, а потом стали забывать, забывать, забывать. Вот их тоже, наверное, как пример можно о личностях таких спортивных звездах рассказывать, да, и такую информацию еще выдавать. Появится и стадион к чемпионату мира. Вот. Я думаю, что на базе этого стадиона можно там действительно и «Аллеи славы» сделать, и по всему самарскому футболу. А у нас уже какие-то новые свои звезды футбольные появились? Нет? Как открываются такие таланты? Потому что так хочется, чтобы наконец-то... Муниципальная школа у нас, это, конечно, у клуба «Крылья Советов», это профессиональный клуб, у них там работают... У нас в муниципальных школах тоже работают квалифицированные тренеры, но самые лучшие, конечно, это «Крылья Советов», и они достаточно успешно выступают на всероссийских соревнованиях по своему возрасту. Конечно, основная команда нас пока не сильно радует, но... Хотелось бы дойти до такого момента, чтобы не приглашенные звезды были, а наши, да, чтобы мы ими опять же так же гордились. И все мы об этом, конечно, мечтаем, чтобы... Ну вот, Сергей Константинович, нет, ну... К чемпионату мира вот как мы подойдем? С каким? Я не знаю, как к чемпионату мира, но вот те дети, которые сейчас приходят, я смотрю, дети 2008 года, такие дети хорошие, на самом деле, они уже с мячом умеют работать, действительно, появились условия, дети тренируются, вот в моих понятиях, как, допустим, легкоатлета, я думал, что они там просто мяч пинают, вот я сейчас увидел, что действительно проводятся тренировки по общей физической подготовке, разные направленности. Вот новая площадка дает возможность действительно качественных тренировок, а не так по углам где-то заниматься. Я думаю, что вырастут. Не к 2018 году, но лет через 10 будут. Да, конечно. Антон Валерьевич, вы свою лепту можете внести как-то для того, чтобы из вашей школы тоже... Футбол. Футбол. Бег и футбол. Мне кажется, футбол это вот бегать. Я могу сказать, что мой сын сейчас занимается футболом, да, и уже там выиграет в одной команде. Мы, правда, сейчас проживаем в Москве, но он приезжает сюда, здесь есть тоже клуб, который постоянно принимает. И для детей вот эта, скажем так, атмосфера футбольная, которая сейчас создается в городе, я думаю, что она будет важной для того, чтобы они занимались этим спортом. Конечно. Но бег, он же является неотъемлемой составляющей. Да, да, да. Поэтому, конечно, начинают бегать, потом идут в футбол. Может быть, наоборот. Как-то там были какие-то моменты, что кто не умеет бегать, тот идет в футбол, или наоборот, как-то говорили. Но я думаю, что беговые события, они приблизят все-таки людей к тому, чтобы они выбирали спорт, и уже дети определялись, смотрели на родителей и шли в какие-то секции. А если будет появляться больше футбольных мероприятий, то, конечно, это увеличит приток будущих кадров. Связь мы нашли. Я хотела еще одно уточнение про марафон. Там существуют возрастные рамки? Да, естественно. Потому что я призадумывалась, а потом вдруг поздно. Нет, вы знаете, самому старейшему марафонцу порядка 100 с чем-то лет, он живет в Индии, и он последний свой марафон пробежал там за, по-моему, 7,5-8 часов. Поэтому начинать никогда не поздно. А минимальные? Минимальный возраст для марафона 18 лет, с 18, да. Но у нас, помимо дистанции 42 километра, есть еще дистанции 3 километра, 10, 21, чтобы человек постепенно входил вот в этот... То есть не сразу пришел марафон, пробежал, и больше как бы не вышел на пробежку, потому что у него там колени отвалились или что-то. А потихонечку-потихонечку увеличивал объемы, потому что поднять людей с дивана очень сложно. Но это наша основная задача – вовлечь вот как бы больше. Да, да. Вот, кстати, вы сказали про диван. Хочу не упустить возможность спросить у вас совет. Вот вдруг возникнет желание, вот сидел-сидел на диване и думает, займусь-ка я бегать вот бегом. Что важно знать, начиная вот это занятие? Что важно знать? Уже после не возраста, не 18 лет. Ну, во-первых, все-таки надо пройти обследование, посмотреть на состояние сосудов, на состояние сердца, там, как вам можно бегать быстро, немедленно. Мы советуем, то есть у нас еще школа бега, мы советуем все-таки бегать на низком пульсе, чтобы сердце укреплялось, чтобы оно увеличилось в объемах, чтобы оно прокачивалось, и потом этот спорт приносил только удовольствие, чтобы вы не бежали, знаете, вот как... А дальше он сам даст толчок, сам почувствует, что ты можешь. Да, а потом мы потихонечку, то есть начинается все с трех километров, то есть мы тоже непрофессиональные легкоатлеты, вот в отличие от Сергея Константиновича, да, но когда-то там в возрасте там 35 лет я почему-то задумался, что надо побегать. И вот с двух километров началось, а сейчас уже... Не могу остановиться. Ну да, там уже шесть марафонов, один ультрамарафон и куча разных соревнований по циклическим видам спорта, которые я и не предполагал, что будут в моей жизни. А началось все с обычных двух километров с утренней пробежки. Вот просто нужно было заставить, встать, пойти. Да, замечательно. Какое самое яркое событие спортивное вы можете вспомнить вот в уходящем... После марафона? Да, ну, наверное, да, в уходящем году. Если подводить итоги года, о чем можно сказать? Ну, я могу, конечно, много говорить про наше соревнование, начиная от золотой шайбы, когда у нас вот за последние годы увеличилось и приблизилось к тому количеству команд, которое было еще в советское время. Это 28 команд. Кожаный мяч. У нас моя семья – спортивная семья. Среди семейный спорт мы хотим тоже поднять на должное место. Наверное, особняком из этих мероприятий общегородских я бы выделил соревнования, которые общероссийского уровня, которые стали традиционными в нашем городе. Это и Кубок Владислава Третьяка, это по хоккею, это фестиваль пляжных видов спорта, который мы сейчас вот благодаря компании «Комус». Да, полюбили даже горожане. Да, лично Сергей Александрович Бобриков, который призовой фонд уставил полтора миллиона рублей по четырем видам спорта. Там у нас пляжный волейбол, пляжный теннис, пляжный регби и пляжный футбол. Вот четыре вида спорта, тоже более тысячи участников, массовые соревнования. Мы надеемся, что и в этом году у нас, в 2018 году, тоже все получится. И, наверное, самое яркое – это Кубок России по пляжному футболу, который у нас та же сейчас получил прописку в Самаре. Но не то, что Кубок России у нас получил прописку, а именно этап всероссийских соревнований. Как известно, главными соревнованиями в любом виде спорта является чемпионат по виду спорта и Кубок. У нас уже с 2010 года соревнования по пляжному футболу вот этого всероссийского уровня проводятся ежегодно. Два раза проводился Кубок России, и остальные шесть раз проводился… Ну, остальные разы получался чемпионат из чемпионатов России. В этом году был Кубок России. Наша самарская команда по пляжному футболу «Крылья Советов» не очень удачно выступила в чемпионате России. Она заняла, по-моему, седьмое место. Но на Кубке России у себя дома получилось дать бой всем фаворитам, и только в финале мы проиграли Санкт-Петербургскому «Кристаллу» и заняли второе место. Но получили серебряные награды, что очень-очень почетно. Да. Сергей Константинович, а у вас какие воспоминания? Уже год еще не совсем заканчивается, но все-таки на нынешний момент. Ну, все равно для меня самое яркое событие, наверное, марафон, который прошел действительно. Я видел разные марафоны, но вот то, что происходило на набережной Волги, конечно, вот это... Ну, во-первых, были организованы просто практически идеально. Да, вот может еще настрой, атмосфера. А это дает организация хорошая, да? Хорошая атмосфера и настроение. Вы понимаете, вот мероприятие проходит такой позитивный настрой у людей. Вот они идут, от них аура как будто вокруг них. Все, тишина, порядок, все улыбаются. Ну, просто какое-то... Никакой казенчины нет, люди сами. Они сами приходят, они по желанию. Они там стартовый взнос оплачивают, они сами оплачивают стартовый взнос. Никто не нагоняет людей. Они сами приходят, с удовольствием бегают. Это еще было ограниченное количество заявок. Я думаю, что Антон не даст соврать, наверное. Стоит посмотреть на Антона, у него тоже такой позитивный. Вот я думаю, настрой. Мне кажется, вот да, вот может стать лицом марафона. Да, они не могут, люди, которые бегают марафон, они могут не позитивно. Мы просто сами бегаем, поэтому... И просто я скажу, что мы... У нас целая команда. У нас в этой команде шесть человек, которые организовывали весь этот праздник. Все, абсолютно все бегали марафоны. Абсолютно все спортсмены. И вот, то есть создать такое событие, и самим не участвуя там, ну и как бы не бегая по другим городам, конечно, невозможно. Поэтому спасибо нашей команде, которая смогла это все сделать в этом году. И уверен, в 2018-м мы это повторим. Да, и даже прибавится количество... Просто на финише как люди радовались, когда пробегали дистанцию. Ну там ни места, ничего. Человек добегает, и он аж кричит от радости, от того, что он преодолел. Это надо просто видеть. Вот стоишь на финише, на самом деле человек просто... Я еще раз хочу повторить, что вот благодаря главе города это состоялось, и ту роль, которую сыграл еще Антон, это большая организация, это очень сложно. Это питание, это медицинское... У нас пять скорых помощей на все дистанции. Это перекрытие дорог. Перекрытие дорог. 200 волонтеров. 200 волонтеров. Это майки всем участникам. Медали такие красивые, которые... Как на Олимпийских играх. В общем, очень все было... На хорошем уровне. Пока, наверное, нельзя сказать, что на высшем, потому что первый никогда не даст самый 100%. Ну да, мы планку поставили очень высоко. Оценка рейтинга, есть определенные оценки марафона, которые нам дали, это порядка 9,3 балла из 10. То есть оценили. Были нюансы, без них никуда. Но вот, да, поэтому, конечно, спасибо главе города, что позволил нам это сделать, помог, поддержал. Я уверен, следующий год он должен быть повторным, и, как правильно сказал Сергей, нужно удержаться. То есть взяли определенную планку, на этой планке нужно удержаться. Но у нас впереди еще событие 5 ноября. Закрытие легкоатлетического сезона. Будет соревнование в беге «Мои едины». Мы будем проводить финальный старт этого года. Поэтому приглашаем всех желающих участников. 5 ноября, воскресенье. Предварительно, что нужно сделать до участия? Вот что нужно? Ну, что нужно, надо зарегистрироваться. Там есть дистанция для новичков, 2,5 километра, небольшая. Кстати, очень много корпоративных команд побежит в этом году. «Самара нефтегаз», «Роснефть», «МТС», «Мегафон». То есть много команд корпоративных. Хорошие такие команды. Да. Корпоративные. Соответственно, ну да, они берут... То есть это некое такое, знаете, корпоративное мероприятие в воскресенье. Собрались, пробежались. То есть раньше на шашлыки ездили, сейчас вот приходят, одели красивые мальчики. Да-да-да, «Тимбилдинг», можно сказать, такой. Да, то есть 2,5 километра, 10 и 21. Три дистанции. Выбираешь любую, регистрируешься, получаешь номер. В хорошем настроении, в воскресенье, в 8, в 9 утра приходишь, ну там в 9 начала приходишь. Погоду уже не смотрели, прогноз? Ноябрь всегда непредсказуем. Первый старт, который был 3 года назад, было сухо. В прошлом году был снежок. В этом году пока не знаем, как это будет. Но судя по количеству регистраций, порядка уже 250 человек зарегистрировалось. Соответственно, то я думаю, что как бы кворум мы наберем. Да, и вот хотелось бы у вас уточнить еще такой момент. Привлечение известных спортсменов в Самару. Вы делаете для себя это целью, чтобы все-таки популяризировать еще больше? Ну вот на легкоатлетическом марафоне… Кто-то будет? Да, у нас… Нет, на этих именно соревнованиях. Нет, да? Ну они являются физкультурными. Ну да, 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 а вообще, чтобы Самару больше… Ну вот в Самарский марафон у нас были лучшие легкоатлеты. Во Всероссийском. У нас были лучшие, да, легкоатлеты России. Они приезжали и выигрывали с Казанский марафон, с Питерский марафон. То есть это звезды, такие легкой атлетики. И они впервые на первый старт приехали. И более того, некоторые из них тоже встали на пьедестал почета. Поэтому, в общем, весь сейчас разнеслась достаточно широко по всей России. Да, да, вот это вот очень важно. Там эти спортсмены еще являются чемпионом России, чемпионами России в беге на 10 тысяч метров Максимов. В полумарафоне это уже, ребята, приезжали чемпионы страны на этих дистанциях. В общем-то, первый… А на днях к нам приехала Ирина Роднина. Вот это то, о чем я говорю. Давайте посмотрим сюжет об этом событии, что это было. И будем завершать программу. Сотни спортсменов со всей страны. Действующие и будущие чемпионы мира. Почетный гость – всемирно известная фигуристка Ирина Роднина. Она представляет федеральный проект «Детский спорт». Благодаря ему за три года обновили 3,5 тысячи спортзалов. Возродили соревнования на уровне двора. Но главная его цель – приобщить ребят к физкультуре с раннего возраста. Не ради наград и достижений, а для укрепления здоровья. Для детей очень важен личный пример, считает великая спортсменка. Всегда для детей очень важен кумир. Есть на кого равняться. И побывать на занятиях, на открытых уроках, которые проводятся – это тоже дополнительный стимул. Но если он смог, может быть и я смогу. На Всероссийском форуме «Надежда нации» прозвучали такие проекты, как «Герои с нашего двора» и «Ярзарядка», созвучная с городом Ярославль. Это такая утренняя гимнастика, только городского уровня. В Самаре тоже может появиться нечто подобное – «Самарзарядка». Школьный спорт – это, прежде всего, массовый спорт. А когда уже кто-то начинает показывать результат, это уже дальше надо, конечно, уходить в специализированные учебные заведения. А в школе мы должны создать современные достойные условия для развития детей. Важную роль в жизни школьника играют не только родители, но и тренер. Он вдохновляет, помогает улучшить результаты. Это такой спортивный папа, который переживает, как за собственного ребенка. Чтобы занятия в физкультуре приносили удовольствие, нужен азарт, уверен тренер Андрей Сербин. Направленность, конечно, в основном футбол, но не забываем баскетбол, волейбол, веселые старты, как правило, детям маленького возраста они больше нравятся, потому что азарты. Некоторые соревнования проводим семейные, ну, скажем так, в рамках «Мама, папа, я – здоровая семья». Лучших тренеров и их воспитанников наградили дипломами. В будущем планируется, чтобы в каждой школе был свой спортивный клуб со своим именем, эмблемой и девизом, а может, даже гербом. Приятно, когда Самару посещают такие звезды, такой величины. Действительно, и молодежь смотрит, и люди среднего возраста. Очень приятно посмотреть на таких спортсменов. Хочется узнать у вас еще о крупных событиях, которые ждут нас, может быть, до конца года. Что еще, помимо того марафона, 5 ноября? Забег. Забег, да. Кстати, у каждого забега, который мы проводим, есть свой слоган, который 5 ноября, он посвящен Дню народного единства. И название «В беге мы едины», оно такое символизирует действительно равенство в беге. И очень подходит к… Не важно победа, важно участие. Что касается мероприятий, которые у нас… До конца года у нас еще есть соревнования среди ветеранов. Они буквально завтра и сегодня проходят. Наверное, самым крупным, мы уже переходим к зимним видам спорта, и кроме вот легкоатлетического марафона, у нас, кстати, был проведен на высочайшем уровне лыжный марафон. Называется он «Самарский лыжный марафон Соколь и горы». Он был проведен на очень хорошем уровне, и в этом году, в 2018-м, включен в серию лыжных марафонов «Раша Лопет». Это очень престижно. А место проведения какое? Это лыжная база «Чайка» на поселке Управленческий. А дата уже определена? 27 января. Да, уже можно тоже приглашать. Нужно регистрироваться? Если я не ошибаюсь, конечно. Ну, можно уточнить. До этого нужно регистрироваться или нет? Да, уже регистрация тоже открыта. Да, поэтому все внимание на регистрацию призываем вместе с участниками программы активнее заниматься спортом, регистрироваться и участвовать, потому что, как мы выяснили, удовольствие получаешь огромное. Всем здоровья, физической культуры. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова